Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, что бы сказать вам о том, что бывает так, что люди обладают таким складом характера, таким эмоциональным интеллектом, что отношения с другими у них выстраиваются как бы только на зрительном контакте. Ну, в некоторой степени это защитный механизм. Обычно так подсознание защищается от привязанности. То есть я не хочу привязываться к человеку, не хочу, чтобы он играл существенную роль в моей жизни. Потому что это может принести мне какой-то негатив, например. Вот это такой вот склад характера у человека. Он, конечно, обусловлен, он обусловлен рядом причин, он обусловлен рядом особенностей, он обусловлен отношениями с родителями и так далее, с опытом личным. Ну, вам так удобнее, вам так комфортнее, вам так привычнее, если угодно. Ну, если можно так выразиться, если можно так сказать. Вам так комфортнее и, собственно, вы так привыкли. То есть объясняется это в первую очередь тем, что у вас имеются соответствующие характерологические особенности. Это первое. Второе. То, что происходит, можно объяснить характером ваших отношений в целом. Вообще. То есть изначально они у вас складывались так, что мужчина то приедет, то уедет. Ну, в общем, непонятно. То есть то он здесь, то он не здесь, то он с вами, то он не с вами. Да, то есть вот такой какой-то непостоянный человек, например. И, соответственно, опять же, подсознание, вырабатывает защитный механизм, что для женщины подобное поведение нестабильно. То есть для женщины подобное поведение обозначает нестабильность. Ну, совершенно очевидно, что она будет защищаться. И вот вы защищаетесь именно так. Тем, что когда вы увидите, все хорошо. А когда он не с вами, вы, в общем-то, по нему даже и не скучаете. В этом контексте я, наверное, мог бы просто сказать, что как бы в состоянии страсти, в состоянии влюбленности обычно происходит наоборот. То есть там человек не может не думать о другом. Там человек не может свои мысли направить никуда больше, кроме как вот непосредственно на объект, непосредственно на объект страсти. Ну и наконец, последний, на мой взгляд, вариант объяснения может быть такой, что вам, молодой человек, для чего-то нужен. То есть вы его используете, ну, для каких-то своих целей. То есть это могут быть разные цели. Вам с ним хорошо, вам с ним удобно, вам с ним комфортно. Но это не серьезные отношения, понимаете? Он вам не дорог, например, как человек. Вам не хочется о нем заботиться, как о мужчине, ну, например, как о человеке. Вам не хочется, например, в него вкладываться, как в человека, опять же. Да? Ну вот. Почему? Казалось бы, почему не хочется? Вот с чем связано? Ничего нет. И ответ на этот вопрос именно такой, что у вас к нему нет чувств, ну, искренних чувств, как бы настоящих чувств. У вас действительно таких эмоций ярких, у вас к нему нет. А раз нет эмоций ярких, то, соответственно, откуда может взяться тогда эмоциональная составляющая, когда его нет. Ведь когда его нет, вы, что с вами происходит? Именно с вами что происходит? Ну, вы, скорее всего, просто понимаете, что вы не сможете удовлетворить свои потребности. Правильно? Наверное. И ваше сознание как бы выключает эмоции по отношению к этому, ну, к мужчине. А зачем? Зачем вам эмоции к тому, кого рядом с вами нет? Ну, вот. Сейчас нет. На данный момент, например. Так что это, в общем, адекватное поведение. Вот. Другое дело, другое дело, что вы как бы не осознаете этого, да? То есть, вы говорите, вот, почему так происходит? То есть, вы сами не понимаете, почему так происходит. И это вот немного стревожно, потому что это может, ну, использоваться против вас, на самом деле. То есть, например, если вы будете вот так вот свои желания удовлетворять, среализовывать раз за разом, то и эмоциональной близостью вас может не быть человеком. Если, например, защитных реакций много, ну, то есть защит, вы так же защищаетесь, например, да, вы так избегаете сложностей в своей жизни, то тоже счастья вам не добиться. Ну, по крайней мере, вот именно, именно с мужчиной, ну, с этим конкретно, либо с другим, с кем-то, да, то есть там, ну, не важно. Не забывайте, не добиться. Поэтому вы постарайтесь подумать для себя, почему так происходит. Ну, сами для себя попробуйте подумать, с чем это связано, ваша реакция, ваша модель, какую цель она преследует. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, вы могли бы как-то свое поведение изменить. Ну, более или менее адекватно. Для того, чтобы лучше достигать своих целей. То есть, чего я хочу, для чего я хочу и так далее. Вот. То есть более осознанно подходите к этому вопросу, к вопросу своих желаний, к вопросу своих потребностей. И тогда ситуация будет нормализовываться. Вот. Значит, ну что, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Исходя из того, что вы написали, я думаю, я вам ответил. Вот. Соответственно, для более подробного анализа ситуации нужно разбираться более детально, более лучше. Вот. Более, так сказать, подробно. Вот. Тут уже все зависит от того, насколько вы хотите этого. Хотите ли вы этого или нет. Решать этот вопрос нужно вам. Вот. Значит, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Реклама Удачи! Продолжение следует...